Всем привет! Сегодня я снимаю неделю влога в день, четвертый. Сейчас Хулочка спит, и Мелоди тоже. И пока мои малышки спят, я хочу поотвечать на некоторые вопросики, которые вы мне задавали в группе ВКонтакте. Я вас спрашивала, не хотите ли вы, чтобы я поотвечала на ваши вопросики. И я так часто делаю, но не отвечаю на вопросы, потому что хочу ответить на них в видео. Конечно, на все вопросы я не отвечу, но я отвечу на самые, наверное, интересные, на мой взгляд. Итак, вот здесь я задавала вопросики, вы написали 56 комментариев. И так долго мне искать не пришлось. Первый вопросик. Можешь ли ты назвать себя мастером-либорнистом, либо же мастером-уакером? Ну, если честно, думаю, что мастером-либорнистом я бы себя не назвала, но мастером-уакером тоже как бы не назвала, потому что я больше скульптор, чем мастер, потому что из того, что делает мастер, я так много на это время не трачу, как на то, чтобы это все слепить. Сколько времени уходит на монтаж и съемку видео? Ну, примерно уходит где-то час, три часа. Могу редактировать вообще весь день, но обычно я не люблю откладывать это дело. Стараюсь делать это быстрее. И чтобы выложить это видео вам. Очень многие спрашивали про то, какой молд мне нравится. Каким молдом у меня больше проявляется симпатия? На самом деле я не знаю вообще, какой молд мне сейчас нравится. У меня сейчас в данный момент нет такого молда, о котором бы я мечтала. Но нет еще такого молда, никто еще не слепил. Поэтому пока у меня нет никакой симпатии, я даже не знаю, с какого молда заказывать мальчика. Планируешь ли пополнение до нового года? Ну, я думаю, что 100 тысяч подписчиков до нового года у меня наберется. Я пока не знаю, какой молд мне заказывать для мальчика. И самое ли мне делать, или заказывать мастера, я вообще не знаю. Где берешь идеи для фотосессий? Идеи я беру в инстаграме. Там очень много всяких младенцев, которых фоткают профессиональные фотографы. И я по таким же позам собираю малышек, вкладываю их в кадре и фотографирую. Конечно, потом я все это дело редактирую еще. Просто так фотографию не выложить. Какие каналы на ютуб предпочитаешь смотреть? Сейчас мне нравится смотреть такие каналы про русских, но которые живут в Америке. Мне нравится тематика Америки. Все в этом стиле. Например, как Дана СВСИ. Может, кто-нибудь знает такие каналы. Я смотрю их. И также еще я смотрю канал Полины Сладковой. Мне кажется, у нее очень вдохновляющие видео такие. Но остальных я как-то называть не буду, потому что это все обычные, привычные всем видеоблогеры. Катя Клэп, Катя Адушкина, Мария Вэй. Саша Спилберг и так далее. То есть все вот эти популярные видеоблогеры, то есть это все, кого я смотрю. И также я смотрю еще Екатерина Сайбель. Еще также, наверное, подобный этому вопрос. Когда будет третий малыш? Когда будет 100 подписчиков, тогда будет третий малыш. Стесняешься, когда ходишь по улице с куклами? Ну, прям конкретно с куклами я вот так вот не хожу. Я выходила, по-моему, раза два только с коляской. Конечно, я стесняюсь, потому что все-таки это не настоящие дети. Но люди не видят разницы между кукол и детьми. Поэтому людям все равно. А я стесняюсь. Какие ребарнисты тебе нравятся? Вообще, я знаю немного ребарнистов. И как бы я знаю работу ребарнистов. Но имена не помню уже, потому что раньше я этим увлекалась. Как-то следила за новостями мастеров. Сейчас мне нравятся работы Татьяны Латашевской. И также Ирины Бикбулатовой. Вот я бы очень хотела от нее куколку. Но не знаю. Вот это пока два мастера, которые мне более-менее нравятся. Остальных мастеров я, конечно, про них ничего сказать не могу. Потому что не видела их работ. Я знаю еще Сильвию Креэйшнс. Все. Было ли такое, что твоя мама покупала вещи для малышек? Сейчас уже, наверное, нет. Но раньше да. Ну и последний вопрос, на который я отвечу. Как реагируют знакомые на улице на то, что ты идешь с коляской? Они не знают о твоем увлечении. Что они делают? Заглядывают в коляску. На самом деле мне пока никто не встречался из знакомых. В коляску никто не заглядывал. Я бы и не позволила, наверное, бы даже. И я обычно выхожу в то время, когда на улице никого нет. Это, скорее всего, раннее утро. Либо очень поздно вечером. Ну, примерно вот такое вот время. Когда на улице мало народу. И когда, наверное, плохая погода. Вот тогда я выхожу на улицу. И там никого, в принципе, мне не показалось еще ни разу навстречу. Если у вас есть какие-то интересные вопросы для меня, то задавайте их в комментариях. И я посмотрю, на какие следующие вопросы я отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, кто у нас уже проснулся. Молодя по всей люльке раскидала игрушки мягкие. Да? Сейчас мы пойдем, наверное, кушать. Проснулись голодные. Да, Мелоди? Мелоди? Милашечка. Лохматик. Пухляшечка. Да? Ты пухляшечка. Хлоя сейчас положила на животик. Она рассматривает погремушечку. Заняла ее чем-то хотя бы. А то она все спит и спит. Мы сейчас с Мелоди пойдем готовить ей кушать. Она, наверное, проголодалась. Что? Сейчас Мелоди усадила рядом с Хлоей. Мелоди отобрала у нее погремушку. Ну что ж, малышки уже кушают. Мелоди кушает сама. Держит бутылочку. Хлоечка пока не умеет держать, поэтому я держу. В общем, сижу тут. Кстати, в этой палке это штатива, ножки. Сейчас сижу с Хлоечкой, играюсь. И Мелоди смотрит телевизор. В такой позе. Так села. Очень смешно. Правда, она смотрит не совсем детские мультики. Это Симпсоны. Ну ладно. Кстати, я ей дала такую игрушечку. Это пустышка такая. Вот она все с ней ходит, играется. Зачем она не ходит еще, но вот так играется с ней. Я сейчас ношу Хлоечку на руках. Она опять начала капризничать. У нее, скорее всего, болит животик. Сейчас я, наверное, переодену их, чтобы они не верли в чистых одежках спать. Поскольку время у нас уже скоро будет 11. И мне еще нужно сделать домашние задания, которые я не доделала. Вот. Завтра мы учимся с 8.30. Что довольно-таки странно, наверное, я бы сказала. Потому что я учусь во вторую смену. Завтра какой-то укращенный день. И поэтому мы учимся так рано. И мне нужно делать домашку так вот поздно. Но не заснять вам видео я тоже не могла. Вы уж меня поймите как-нибудь. И я вас пойму. В общем, за Мелоди успевай и успевай только. Она залезла в комод, пока я открывала вещи. Побежала за Хлоечкой, потому что она заревела. И сейчас мы будем, наверное, перебирать одежду, которую Мелоди тут разбросала. Мелоди, что это такое? Что ты натворила? Такие кофточки оденем? В них жарко дома. Кстати, у нас подгузники вот такие вот. Да. Ладно, сейчас быстренько приберемся. И переоденем малышек. Ладно, сейчас быстренько приберемся. Ну что ж, на этом было все. Я уже уложила малышек. Они спят. И всем пока-пока.